Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. В этом видео я расскажу вам, как можно быстро и эффективно нафармить серебро сейчас, пока идет обновление, а самое главное, асимметричные бои. Этот фантастически классный для фарма режим сейчас активен, и для того, чтобы фармить быстро и много, нам с вами нужно делать следующие шаги. Мы с вами берем любой корабль, который нам нравится. Лучше всего использовать для этого эсминец, но не все у нас смогли в эсминце, поэтому берем вообще все, что под руку, как говорится, попадется. И заряжаем фугасные снаряды прямо с самого начала и рашем в сторону любой ближайшей точки. От нее мы с вами и будем сейчас танцевать. Прямо на точку и полным ходом двигаемся. Обращаю ваше внимание, что вам на корабле не понадобится ничего связанного с живучестью. Если вы хотите, можете брать либо там чуть не стокового командира, либо просто дополнительно спекнуть его именно для такого вот турбо фарма и использовать его именно в такой вот любопытной сборочке. Просто отправляем вообще все, что можно прямо на точку. Стараемся точку захватить. И опять же повторюсь, что это можно делать все абсолютно на любом корабле, какой вам нравится. Хотите линкор, хотите крейсер, хотите эсминец. Главная задача быстро рвануть именно в сторону точки и здесь уже начать там сбивать, топить, не знаю, все, что угодно. То есть все свои возможные действия, которые вы можете сделать на этом корабле, их нужно выполнять. Не стесняйтесь прям сходу заюзать хилку. Все, что угодно, прям вообще вот максимум-максимум урона. Потому что именно за урон у нас и дают основной экономический бонус. То есть чем больше мы с вами надамагаем, тем больше мы с вами фарма и получим. Вот обратите внимание, мы прям сейчас максимально тут отрабатываем все, что только можно. Но вот уже следующий можно на бронебоины заряжать. Обратите внимание, боты очень хорошо уклоняются. Но нам опять же это вообще в принципе абсолютно не важно. Берем, фокусим следующий корабль, например, Бисмарк. В него прям сейчас будем запускать все наши возможные торпеды. Вообще ничего не экономим. Абсолютно не важно на каком вы корабле, пофигу. Можете использовать все, что хотите и никакой разницы в этом абсолютно нет. Главное стараться как можно больше накидать домашки по противнику. Вообще в идеале можно хоть таран использовать без разницы. В общем, дамагаем. Сейчас мы с вами... У меня, по-моему, кстати, уже перезарядились левые торпедные аппараты. Тач Бисмарк, да что ж вы хотите. Ну, боты на таран, наверное, не пойдут. Этим воспользуемся. И ему сейчас торпедов тут припихнем, взведутся. Да, нормально, взвелись. Все супер. Сейчас вот еще этому накидаем. Обратите внимание, просто движуха, мешанина. И вообще ноги полным ходом здесь происходит. Обратите внимание, что боты уже практически все посливались. Там если поначалу люди не особо разбирались, что как там, куда, то сейчас уже достаточно быстро и шустро все понимают, в принципе, что делать. В общем, набили мы определенное количество дамаги. И как бы ни странно здесь звучало, лучше было бы нам сейчас сдохнуть и протараниться об Бисмарк. Почему? Очень просто. Мы бы сэкономили время. А так у нас есть 120 тысяч урона, но нам еще кататься и догоняться вот до тех вот граждан и всего прочего. Я не призываю вас к пассивной игре. Я просто призываю вас максимально быстро воевать и заканчивать бой на том моменте, на котором необходимо, чтобы успеть что? Правильно. Выйти в следующий бой. Потому что здесь статистика, она не идет в вашу статку. Соответственно, все равно, как вы воюете. Правда, мы с вами здесь, как видите, настреляли 120 тысяч урона. Окей, видео на паузу и сейчас продолжим. А теперь давайте подводить итоги. Ну, чуть-чуть еще домашки мы набили, но можно было все, конечно, сделать быстрее в данном случае. И у нас на борту 537 тысяч кредитов. Ну, давайте посчитаем, там туда-сюда вычтем. 1400-450 за 5 минут боя мы бы с вами получили. Давайте попробуем другой корабль. Берем премиумный крейсер. Да, обратите, конечно, внимание, это должен быть девятый уровень. Но и посмотрите, что бои в этом режиме происходят гораздо быстрее в любое время суток. То есть и днем, и вечером мне не обрести покой. Все происходит очень быстро. И попасть в эти бои тоже можно быстро. Здесь ситуация следующая. Точек нет, поэтому правильно идем на центральную вражескую точку и пытаемся воевать там. Ну что ж, тут уже движуха начинается, поэтому мы, не стесняясь, прям врываемся в самую гущу действий. И стараемся нанести как можно больше урона противнику здесь, стараясь, в общем-то, конечно, выжить. Но это, опять же, не главная задача у нас. Основная задача именно дамаг. Чем мы, собственно, сейчас и будем заниматься. Попробуем прислать торпеды. Но боты торпеды особо не кушают. Это мы с вами знаем. Поэтому надеяться на это я бы не стал. Но вот продамагать гражданина с ББшек, это мы могем. Давай. Можем. Можем. Давай, хорош. Еще. Лучше, конечно, для таких целей использовать торпедные корабли, потому что они помогают и линкорам тоже накидать определенное количество домашки. Но это, опять же, не критично. Можете использовать то, что у вас есть абсолютно по наличию. Нас сейчас тут подокружили. Думаю, что мы скоро покинем этот бренный мир. Но, думаю, какое-то количество урона мы еще должны нанести с нашей Андалусии. Корабль отличный. И, в общем-то, опять же, без разницы совершенно. Любой корабль нам подойдет. Главное, чтобы соблюдать правильную схему. А именно, врываться как следует. И это должно принести нам максимум дешевта. Так, ну что ж. Готовы мы к врыву. Сбрасываем мы торпеды. И сейчас попытаемся не отъехать от вот того нагата. Не знаю, получится у нас это. Нет. Я просто хочу еще вот эти вот, отлично, вот эти вот торпедные аппараты перезарядить. Но лучше всего, опять же, повторюсь, тут сильно не тянуть. И проще всего въезжать в таран там или и так далее и тому подобное. Единственное, что с тарана мы этого нагата, наверное, не заберем. Ну, может быть, удастся какую-то ему... Нет. Ну и ладно, и пофигу. А может быть, даже, кстати, и заберем. Может, затонет. Нет? Не затонет. 149 тысяч, два пука, 5 минут боя устраивает тайминг. Ждем результатов. Ну и для того, чтобы закрепить наше сегодняшнее упражнение, берем эсминец. Желательно брать как можно более быстрый эсминец. Это может быть француз, ну или, как вариант, итальянец. В данном случае 60 узлов. Мы летим прям к точке. И с максимальной скоростью сейчас будем на нее въезжать. И отрабатывать ее полностью. Понятное дело, что здесь есть и гапы, и все остальное. Но технически для нас самая главная задача, как можно быстрее, опять же, как можно больше накидать домашки по кораблям противника. Для этих целей у нас есть что? Правильно, дымы. И мы сейчас будем под ними врываться и пытаться еще эти дымы реализовать самым лучшим образом. Безусловно, захватить точку у нас не получится, но подобраться близко к миоку, думаю, что да. Главное, чтобы гап у нее сейчас не работал. Это будет очень обидно. Это всегда обидно, когда тебя пересвечивают гапом. Но опять же мы уже влетаем. И нам здесь уже абсолютно все равно, что тут где у кого происходит. Раз. Раз. Два. Отлично. С этой стороны торпеды мы не ловили. С другой поймаем. Все нормально. Так, этот отъезжает. Меркера можно было и на таран вообще взять. Не успеваю я. Но здесь, конечно, слабовато. Хотел бы, конечно, в каком-то линкоре загнать. Но не суть важен. Зато тайминг 7.30. Две с половиной минуты. И ждем окончания этого боя тоже, чтобы подвести итоги. В предыдущем бою наши сокомандники умудрились слиться. Но это не суть важна. Победа, поражение практически не влияет на количество заработанного серебра. И мы за пять минут получаем 327 тысяч серы. И в итоге, по скромным подсчетам, у нас уже порядка, наверное, 800 тысяч серебра за 10 минут. Да, можно учитывать тут модификаторы. Ремонт и все остальное. Но мы в данном случае рассматриваем чисто плюс. Без модификаторов и без ремонта. Ну и на врыве за Паула и Эмили мы получаем всего 211 тысяч. Но напомню, что мы на это потратили две с половиной минуты. То есть фактически, учитывая то, что мы еще потратим по минуте на выход в бой, ну, приблизительно где-то за 15 минут мы с вами заработали миллион серебра без каких-либо модификаторов. А если добавить сюда, там еще 160% здесь, экономический комплект тут, то вы понимаете, что просто не то, что миллионы, а может быть даже десятки миллионов серебра можно фармить таким образом и при этом совершенно никак на свою статистику не влияя. Главные тезисы. Как можно больше урона, как можно больше потопленных кораблей за самое короткое время. Не стесняйтесь тараниться и таким образом вы сможете быстро закончить бой и войти уже в следующий и там еще чутка формануть. Если видео пригодилось, поставьте лайк, смотрите нас Рутуб, ВК Плей и, соответственно, везде-везде ставьте лайки и подписывайтесь. Турис с вами, спасибо и до встречи сегодня вечером на стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok